Уже в 13-й раз мисполчане выбирали лучшие фотографии нашего города в рамках традиционного Венсполского фотоконкурса. Цель фотоконкурса – отбор привлекательных и качественных с художественной точки зрения фотоснимков Венсполса для подготовки туристических брошюр, карт, календарей и других изданий 2017 года. В этом году Венсполскому автовокзалу выпала честь принять в своих стенах выставку лучших работ. В этом году мы первый раз выставку делаем в таком месте, как Венсполский автовокзал. У нас были выставки в библиотеке, в паромном терминале, но в этом году мы хотим, чтобы фотографии увидели те люди, которые приезжают на автобусе. И как нам сказал руководитель этой станции, сегодня уже довольно много людей смотрели, интересовались и высказывали свои восхищения об этих фотографиях. Помимо нового места организации выставки фотоконкурса было введено еще одно новшество – усовершенствованная система голосования. Автор идеи этой системы – венсполский фотограф Юрис Пресниковс, который отметил, что теперь голосование стало более честным. Новая система голосования, несомненно, лучше, чем старая, потому что человек должен регистрироваться. В прошлой системе голосования без регистрации можно было в течение дня с одного компьютера проголосовать хоть сто раз. А теперь человек должен зарегистрироваться через Драуги МЛВ, либо Фейсбук или Твиттер. И, следовательно, не может голосовать два или три раза. В этом году было прислано 325 работ, 27 авторов, и жюри пришлось изрядно постараться, чтобы выбрать 40 самых лучших фотографий. Темы очень разные. Доминантом, конечно, в этом году был наш прекрасный фонтан Фрегата Валзиус, но были и другие темы – спорт, разные объекты. И мы очень рады, что во всех венсполских фотографиях очень счастливые, улыбчивые люди. Победителем фотоконкурса этого года стала Ингууна Фишмейстера. Второе место досталось Кристо Пудышлеру с работой Банэйдис. А третье место получила работа Юрис Иела Дайниса Розентала. Ингууна Фишмейстера участвует в конкурсе пятый раз. Из 20 присланных работ этого года две попали на заключительную выставку. А фотоснимок Фрегат Валзиус был признан лучшим. Незадолго до завершения приема работ для фотоконкурса произошло открытие фонтана Фрегат Валзиус. Был дождь, все промокли. Настроение было замечательное, люди наслаждались мероприятием. Это можно увидеть на фотографии. Победительница также призналась, что любит снимать то, что нельзя сразу же рассмотреть в повседневной жизни. А на вопрос о том, что означает для нее участие в фотоконкурсе, ответила следующее. Для меня участие в конкурсе означает возможность показать город красивым и интересным. На этой фотографии, что победила сегодня, изображен популярный объект. Но можно и в повседневности найти что-то интересное и невиданное. Раньше я побеждала с фотографиями паровозика, оленя, но мне хотелось бы найти что-то особенное в простых, некоммерческих объектах, что привлекло бы внимание других людей. Я венсполщанка, родилась и выросла в Венсполсе. Мне нравится этот город. Соответственно, я всегда хотела показать своей фотографией ту красоту повседневной жизни, которую мы не всегда замечаем и, возможно, проходим мимо нее в будничной суете. Приз посетителей портала венсполс.в получила Дзинтра Юра за снимок Сауэкс в Венсполсе. А приз номинации «Юный талант» уже во второй раз достался Монте Блазе Петерсоне за фотографию с Лапье Преки. Выставку лучших фотоснимков венсполса можно посмотреть на венсполском автовокзале. Татьяна Шаховская, Индж Родзинч, Курзумское телевидение.